Иван Бунин. Тёмные аллеи. В холодное осеннее ненастье, на одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими чёрными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казённая почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом, тройка довольно простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик в туго подпоясанном армяке, серьёзный и темноликий, с редкой смолиной бородой, похожий на старинного разбойника. А в тарантасе стройный старик военный, в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, ещё чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами. Подбородок у него был пробрит, и вся наружность имела то сходство с Александром II, которое столь распространено было среди военных в пору его царствования. Взгляд был тоже вопрошающий, строгий и вместе с тем усталый. Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, сбежал на крыльцо избы. «Налево, ваше превосходительство!» – грубо крикнул скозил кучер. И он, слегка нагнувшись на пороге от своего высокого роста, вошёл в сенцы, потом в горницу налево. В горнице было тепло, сухо и опрятно. Новый золотистый образ в левом углу, под ним покрытый чистой суровой скатертью стол. За столом чисто вымытые лавки. Кухонная печь, занимавшая дальний правый угол, ново белела мелом. Ближе стояло что-то вроде тахты, покрытой пегами-попонами, упиравшейся отвалом в бок печи. Из-за печной заслонки сладко пахло щами, разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом. Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался ещё стройнее в одном мундире и в сапогах. Потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провёл бледной худой рукой по голове. Седые волосы его с нечесанными на висках к углам глаз слегка курчавились. Красивое удлинённое лицо с тёмными глазами хранило кое-где мелкие следы оспы. В горнице никого не было, и он неприязненно крикнул, приотворив дверь в сенцы. «Эй, кто там?» Тотчас след за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже ещё красивая не по возрасту женщина, похожая на пожилую цыганку с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк, лёгкая на ходу, но полная, с большими грузьями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под чёрной шерстяной юбкой. «Добро пожаловать, ваше превосходительство!» сказала она. «Покушать изволите или самовар прикажете?» Приезжий мельком глянул на её округлые плечи и на лёгкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил. «Самовар!» «Хозяйка тут или служишь?» «Хозяйка, ваше превосходительство!» «Сама, значит, держишь?» «Так точно, сама!» «Что ж так? Вдова, что ли? Что сама ведёшь дело?» «Не вдова, ваше превосходительство!» «А надо же чем-нибудь жить!» «И хозяйствовать я люблю!» «Так, так, это хорошо!» «И как чисто, приятно у тебя!» Женщина всё время пытливо смотрела на него, слегка ощурясь. «И чистоту люблю!» ответила она. «Ведь при господах выросла! Как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич!» Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. «Надежда, ты?» «Сказал он торопливо!» «Я, Николай Алексеевич!» ответила она. «Боже мой! Боже мой!» Сказал он, спор глядя на неё. «Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать пять?» «Тридцать, Николай Алексеевич!» «Мне сейчас сорок восемь!» «А вам под шестьдесят, думаю!» «Вроде этого!» «Боже мой! Как странно!» «Что странно, сударь!» «Ну всё, всё! Как ты не понимаешь?» Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить. «Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?» «Мне господа вскоре после вас вольную дали. А где жила потом?» «Долго рассказывать, сударь!» «Замужем, говоришь, не была?» «Нет, не была». «Почему?» «При такой красоте, которую ты имела?» «Не могла я этого сделать». «Отчего не могла?» «Что ты хочешь сказать?» «Что ж тут объяснять?» «Отчего помните, как я вас любила». «Отчего не могла?» «Что кому Бог дает, Николай Алексеевич?» «Холодость у всякого проходит. А любовь, а любовь другое дело». «Отчего не могла?» «Отчего не могла?» «Отчего не могла?» «Руки на себя наложить?» «Как горяча, как прекрасно?» «Какой стан?» «Какие глаза?» «Помнишь, как на тебя все заглядывались?» «Помню, сударь!» «Были и вы отменно хороши!» «И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку!» «Как же можно такое забыть?» «Ах, все проходит, все забывается!» «Все проходит, да не все забывается!» «Уходи!» «Сказал он, отворачиваясь и отходя к окну!» «Уходи, пожалуйста!» И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил «Лишь бы Бог меня простил, а ты, видно, простила!» Она подошла к двери и приостановилась «Нет, Николай Алексеевич, не простила!» «Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо «Простить я вас никогда не могла!» «Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было!» «Оттого-то и простить мне вас нельзя!» «Ну да что вспоминать!» «Мертвых с погоста не носят!» «Да-да, не к чему!» «Прикажи подавать лошадей!» Ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом «Одно тебе скажу, никогда я не был счастлив в жизни, не думай, пожалуйста!» «Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, жену я без памяти любил, а изменила, бросила меня еще оскорбительней, чем я тебя!» «Сына обожал, пока рос, каких только надежд на него не возлагал, а вышел негодяй, мот, наглец, без сердца, без чести, без совести!» «Впрочем, все это тоже самая обыкновенная, пошлая история!» «Будь здорова, милый друг!» «Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни!» Она подошла и поцеловала у него руку. Он поцеловал у нее. «Прикажи подавать!» Когда поехали дальше, он хмуро думал. «Да, как прелестно была! Волшебно прекрасно!» Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у ней руку. И тотчас стыдился своего стыда. «Разве не правда, что она дала мне лучшие минуты жизни?» К закату проглянуло бледное солнце. Кучер гнал рысой, все меняя черные колеи, выбирая менее грязные, и тоже что-то думал. Наконец сказал серьезной грубостью. «А она, ваше превосходительство, все глядела в окно, как мы уезжали. Верно, давно изволите знать ее?» «Давно, Клим». «Баба – ума палата». «И все говорят, богатеет, деньги в рост дает». «Это ничего не значит». «Как не значит?» «Кому ж не хочется получше пожить?» «Если совестью давать, худого мало». «И она, говорят, справедливо на это». «Но крута!» «Не отдал вовремя – пеняй на себя». «Да-да, пеняй на себя». «Погоняй, пожалуйста, как бы не опоздать нам к поезду». «Низкое солнце желто светило на пустые поля. Лошади ровно шлепали по лужам». «Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови и думал». «Да, пеняй на себя». «Да, конечно, лучшие минуты». «И не лучшие, а истинно волшебные». «Кругом шиповник, алый цвел, стояли темных лип аллеи». «Но, боже мой, что же было бы дальше?» «Что, если бы я не бросил ее?» «Какой вздор!» «Эта самая надежда – не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей». И, закрывая глаза, качал головой.